Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с большой, тихой радостью, с большой, но тихой радостью я с вами сегодня отпраздновал память равнопостного Николая Японского. Нам бы хотелось с вами всем, чтобы православная вера не была умалена и унижена, чтобы она была везде, на всех континентах, и чтобы в каждом, в каждой стране, в каждом городе большом были церкви божии, там были службы наши, православные службы на разных языках, на каких хочешь, хоть до японского и китайского. И вот, чтобы это было, надо, чтобы мы смотрели на тех людей, которые смогли принести веру туда, где ее никогда не было, вот этой христовой веры. Страна, поклоняющаяся драконам, шутка ли сказать, Япония. Значит, смотрите, он называется равноапостольным, у меня есть несколько мыслей сегодня для себя и для вас. Называется равноапостольным, потому что потрудился и привел к Богу тысячи-тысячи новых людей. Обычно апостольство, это значит что? То традиционное, изначальное. Это люди получают Духа Святого в день Пятидесятницы, начинают говорить на языках, которых они не изучали, вот сразу получают дар и идут туда, на каком языке они говорят, и начинают учить, никого не спрашиваясь. Ну, условно говоря, не покупая визу, не проходя таможенный контроль, не едучи на поезде или на самолете. Идут пешкодралом, так сказать, босыми ногами, приходят в новую страну, на этом языке начнут говорить, валяют идолов, воскрешают мертвых, совершают чудеса, а потом умирают там, и из их крови вырастает новая церковь. Святой Николай Японский ничего подобного не делал, вообще ничего подобного. И в нем отображается Дух того, что такое современное апостольство. Если бы он получил сразу знание японского языка, потом бы открыл бы себе визу в Японию, купил бы один билет в одну сторону от Москвы до Токио, пошел бы туда, начал бы там валять всяких стуканов и тут же проповедовать с утра до вечера. Это было бы такое похожее на древнее апостольство. У него было совершенно по-другому. Я не знаю, мне было не очень хорошо слышно в алтаре, когда мы присещались, успели ли мы дочитать в житии об этом, что он 8 лет молчал, никому ничего не говорил. И все 8 лет потратил на изучение японского языка. А японский язык, дорогие мои, это очень нечто совершенно сложное. Японцы, все, сами природные японцы, до смерти учат свой язык. Для того, чтобы читать газету, японец пользуется словарем. Потому что у них три алфавита. Один китайский, иероглифический, и два таких уже, алфавитных таких. Ну, собственно, китайский это не алфавит, это просто знаковая иероглифическая система. Есть два, китагана и харагана, два непохожих друг на друга алфавита. Поэтому, чтобы прочесть сложный текст из художественной литературы, технический текст, японец носит словарь в кармане. Он всю жизнь учит свой язык. Потом, это очень древний народ. Николай говорил, что когда России не было еще в помине, например, 1200 лет назад, как он тогда, когда он жил, он говорит, что в Японии есть образцы материальной культуры, всякие там ювелирные изделия, оружие, приметы труда, которые по тонкости и сложности выделки годятся на сегодняшний день. Настолько они сложные и красиво сделаны. Еще России в помине не было, а у японцев уже была развитая материальная и духовная культура. Их поэзия сложнейшая и специфическая, их театр сложнейший и специфический, их история, их литература сложнейшая и специфическая. И святой Николай совершил культурный подвиг. Он нырнул в это все и с утра до вечера этим занимался. То есть он не пришел к ним, знаете, как, например, приходит, скажем так, условно говоря, протестантский пастор, каким-нибудь там людям, каким хочешь, хоть бы к нам, к русским. И смотрит нас как на папуасов, которые ничего не знают, как будто только что с пальмы слезли. И рассказывает нам какие-то прописные истины, такой веселый, как будто он открывает нам Америку. А может быть мы это знали раньше него, он об этом даже не думает. Это вот ложное апостольство. Надменное, наглое, высокомерное и тупое. А современное апостольство должно быть вот такое, как у Николая. Вы знаете, что он интересовался всем, что можно. Он ходил на похороны японские. Ему нужно было понять, как они плачут над покойниками, о чем они молятся, какие тексты они читают, какие песни поют. Он ходил на свадьбы. Ему нужно было понять, а как они радуются, когда дочку замуж выдают. Опять-таки, какие песни поют, какую еду едят, что они желают друг другу, какие благословения произносят. Он ходил в музеи, в театры, читал газеты, изучал литературу японскую. И занимался этим 8 лет каждый день, день в день, как галерник, как прикованный цепями. Уже нельзя было иначе. У него было три учителя японского языка. Они меняли друг друга, по два часа с ним занимались. Они уходили и приходили, а он не вставал за стола, со словарями, с книжками, изучал это все. Это очень сложно. В Японии несколько десятков видов приветствий, только одного приветствия. Чтобы сказать человеку «здравствуйте», нужно знать, кто этот человек, какого он возраста. Мужчина или женщина, старше тебя, скажем, по сану, по должности или младше. Это все по-другому у них. У них все очень сложно. От поздороваться до попрощаться. Нужно все было выучить. Для того, чтобы быть апостольским проповедником, он совершил культурное погружение в эту странную страну, неизвестную до тех пор ему, и он стал японцем. Он полюбил их. У него стали мозги по-японскому мыслить. Вот, например, когда мы покупаем цветы, ставим их в вазу, приносим, ставим на стол. Мы куда их ставим? В центр. А куда еще? Японец никогда в центр не поставит ничего, потому что симметрия для японца является пошлостью. Они не делят на два, на три, так что симметрично все. Они только сбоку поставят. Сбоку поставят, никогда не ставят в центр. У них совершенно другое отношение к жизни. Вот когда они наблюдают, например, как сакура отцветает, или клёна падает, или снег падает, они думают о смерти. Это культура смерти. Они постоянно думают о смерти. Как в кодексе самураев там написано, что с утра самурай причесывается и делает себе смертельную прическу, то есть прическу как бы насмерть. Он одевается, моется, чистится и причесывается так, как бы он хотел, чтобы он лежал в гробу. И выходит за порог своего дома, чтобы умереть. Они постоянно думают о смерти, эти люди. И у них там все такое другое, что мы просто бы совершенно не поняли этого. Ну как это? Они в еде другие, в браке другие, в отношении к власти другие, в отношении ко всему другие. Нужно было это изучить. Так что я сегодня вот хочу, вот это все с удовольствием говорю, потому что именно такими должны быть настоящие проповедники сегодня. Вот, например, какому-то нашему священнику, например, Бог определит проповедовать Евангелие, например, в Польше. Он должен перфектнейшим образом выучить польский язык. Они и так христиане, и без нас. Но все равно. Допустим, ты оказался там, почему-то ты там служишь. Нужно выучить язык польский в лучшем виде. Это лучше поляка нужно его знать. И всю историю Польши нужно выучить. Всех королей на память, все династии, все битвы, все войны, все законы. Все нужно знать. И прочесть всю поэзию польскую. Начинать от Мицкевича, заканчиваться современными поэтами. И литературу их почитать. Прозу, науку. То есть знать все. И нужно быть к ним близким и полюбить их. Они радуются, порадуйся с ними. Они скорбят, поскорби с ними. А потом ты вдруг заговоришь, и они тебя услышат. А если нет, значит... И даже, знаете, даже если оказываются наши проповедники... Ну вот мы берем Японию. Это очень сложная страна, высокоразвитая. А, допустим, оказывается наш проповедник, например, в земле, где живут маленькие северные народы, например. Вот там, где митрополит Иннокентий Вениаминов проповедовал. Коряки, чукчи, интельмены, эскимосы, тунгусы. Вот как бы эти народы. Все равно. У них нет нобелевских лауреатов. У них нет большой литературы. У них нет великих физиков и великих химиков. У них, может быть, ничего нет того, что есть, скажем, у французов, или итальянцев, или у русских. Но у них тоже есть песни. У них есть стихи. У них есть предания свои. У них есть мифы свои. У них есть свои похороны, свои обряды похоронные. У них есть свои брачные обряды. И это все нужно выучить. Нельзя приходить к людям, проповедовать им что-либо, и презирать их, считать их как бы обезьянами, которые ничего не знают до тех пор, пока ты не пришел. А сегодня на так проповедуют Евангелие. Приходят к людям, какое-то бедное племя, привозят с собой гуманитарную помощь, деньги им раздают, и начинают их там, еще даже языка не выучивают, даже не потрудятся язык выучить. С переводчиком там рассказывают им, как жить на свете. Это хамство. Это не Евангелие. Это хамская колонизаторская политика. И вот Николай в этом смысле, он очень интересный человек, потому что он сумел полюбить. Он только два раза был в России. Он уехал молодым человеком оттуда. В Хакодаты вот этот город, а потом основал там. А там и семинарии уже были при его жизни. И много храмов было построено. Чтобы вы знали, что его похоронили на кладбище, на котором лежали самые известные, лежат самые известные японские люди. Император Японии, кто там был, там Хирохита, не помню, кто там был, значит, он сказал, что мы считаем Николая нашим сокровищем, и никому его не отдадим. Ни православным, ни русским, там никому-то еще. Это наш человек, это наш японец. Пусть лежит здесь, и никуда его мощи не вытягивайте. Все, вот здесь он пусть лежит. Это наш, это наш великий человек. Полюбили его так. Вот это первая такая самая главная вещь, мне кажется, значит, в его памяти, которая хорошо говорит о нем, и хорошо говорит о всех тех проповедниках, которые будут проповедовать Евангелие и дальше. Знай людей, люби людей, изучай их культуру, не презирай их, стань с ним на одну ступеньку, и потом, может быть, они тебя сами спросят, скажут, ну, расскажи нам теперь про Христа твоего, и, может быть, это будет твоя настоящая проповедь. Теперь еще очень важная вещь, которая касается всей нашей истории, всей нашей жизни, сегодняшней и завтрашней. Николай приехал в Японию, когда христиане, как вы слышали в житии, были под подозрением и под запретом. За перевод японцев в христианскую веру грозила смерть и перешедшему, и переведшему, потому что христианство пришло в Японию раньше, с католиками, португальцы первые принесли в Японию христианство. Японцы очень схватились за христианами, им очень понравилось. На японский язык было переведено Евангелие от Матфея. Японцы стали массово креститься, молиться и спрятать Господа. Но потом в Японию приехали несколько монашеских орденов. Доминиканцы, францисканцы, там, кто-то, иезуиты, и начали спорить между собой. И японцы заподозрили, что христиане, оказывается, не имеют той любви, которая написана у нас в книжках. Кроме того, европейские страны были технически развиты. У них было уже техническое развитие гораздо выше. Япония была бедная, средневековая. И они стали прихватывать себе там землицу, там дворцы, там ископаемые, там то-то. Японцы испугались. Они подумали, что христиане сейчас пришли к нам. Они называли нас белые варвары. Японцы считали, что они дети великой богини, значит, это самое там какое-то небесное значение, а это все остальные варвары. Но эти белые варвары потихонечку цап-царап, цап-царап начали получить власть в Японии. Тогда японцы сделали очень просто все. Они выгнали всех христианских миссионеров, закрыли свои порты для иностранных судов на 300 лет, почти что, а всех местных японцев уничтожили. Всех. И в Японии было множество мучеников, которые были крещены католиками, но тем не менее тут были за Христа пострадавшие. Они очень просто делали. Они приходили в деревню, клали на пол икону, выгоняли всю деревню сюда, на площадь, и говорят, наступите на икону, иди себе куда хочешь. И они знали, что христиане такого не сделают. Они подходили и уходили в сторону. А те, которые не крещеные были, он все наступил, да пошел, мы бы наступили сами на кого-нибудь индийского башка, да с удовольствием, какая у меня разница. Я на кого хочешь наступлю, кроме Иисуса Христа и Божьей Матери. Поэтому они знали, что христиане так не сделают. И эти христиане подходили, да не могу я, и в сторону, в сторону. Они всех их там поубивали. Кого сожгли заживо, кого утопили в океане, кого там порезали, порубили. И христианство исчезло из Японии. Когда Николай туда приехал, за проповедь христианства можно было убить человека. И вот нужно было там как-то там освоиться. И он сначала завоевал у них авторитет. Сначала он начал писать статьи в журналах и газетах на японском языке про Японию. В Россию писал про Японию. Потому что скоро же была русско-японская война, в которой мы проиграли. Потому что Япония очень быстро развивалась. Они послали всю свою молодежь в Оксфорд, в Кембридж, в Падую, в Геную, во все университеты с приказом вернуться обратно через 4 года. И японцы выучились флотоводству, навигации, сталелитейному делу, разным заводским штукам. И вернули все, как бы начали быстро строиться и воевать. И мы им проиграли. Такая была наша страница. Так что Николай завоевал любовь сначала японского народа. Это очень важно. И он был сначала просто священник посольской церкви. Вот теперь последнюю вещь сегодня я скажу, которая очень важна. Потому что раньше у нас посольство Российской Федерации существует в скольки странах? Везде. Где есть страна какая-нибудь, там везде есть наше посольство или представительство? И раньше во всех посольствах у нас были священники. А сегодня нет. Раньше православный священник, вот посольство, например, России в Австрии, посольство России в Пекине, посольство России, скажем, в Лондоне, обязательно посольская церковь и обязательно священник. И все посольские православные, значит, в воскресенье священник служит службу для своих, для посольских. Это территория Российской Федерации по закону. А детей этих посольских людей священник учит закону Божьему. То есть православная церковь присутствовала раньше везде, где было посольство Российской Империи. Сегодня нет. И если хотите, это самый простой способ распространения православия по вселенной. Посольство есть? Есть. Найдите маленькую ставку для священника в бюджете этого посольства. Найдите одну комнату, в которой можно устроить домашнюю церковь. И все, и забирайте какой-то грамотного священника в Португалию, в Испанию, в Анголу, в Тунис, в Амитию. Нужно будет всего лишь 172 человека. Сколько там вообще странно на Земле? 190. Сколько там в перечне ООН стран? До 200 примерно. До 200 стран. Значит, нужно 200 священника. Потом священник выучивает язык этой страны, где он пребывает. Допустим, служит наш батюшка в Лиссабоне. Он за год, за два выучит португальский язык. Он ходит туда, сюда, общается, встречается, дружит, знакомится. У него появляется португальское паство. Он начинает с ними разговаривать о Христе, проповедовать им уже на португальском языке, звать их к себе на службу в свою посольскую церковь. И я просто клянусь вам, через 3-4-5-6 лет уже будет небольшая португальская община в самом Лиссабоне, прямо в центре. Возле нашей... Это самый простой способ миссионерства. Не нужно никуда там что-то там думать, куда мы будем ехать, зачем ехать, какой язык... Вот просто вот в посольство есть, вот в каждом посольстве должен быть священник. И маленькая домовая посольская церковь. И все. И в Мадриде, и в Лиссабоне, и в Лондоне, и в Париже, и в Варшаве, и, конечно же, в странах Африки, и, конечно же, в странах Латинской Америки, и в Штатах должны быть, и в той же Японии, и везде должна быть церковь. Потому что с этого начинал святой Николай Японский. Он больше ничего не делал. Он служил для посольских. Он 8 лет никому ничего не говорил. Он готовился. Служил для своих, общался со своими. И закон Божий преподавал только детям посольским. Все. Если бы Россия поняла бы это, вот если бы благословенный Лавров получил бы от неба помазание, вдруг бы проснулся ночью, то бы скажут, так, срочно ищем кадры, и рассылаем священников по всем посольским. Это наша мягкая сила. Это мягкая сила. Это еще... Ну вот мы подсказываем, а потом ему доложат. Потом он... Уже раз мы это скажем, значит, это услышит кто-то. Услышит один, скажет другому. Другой скажет третьему. А через шесть рукопожатий, как вы знаете, все люди братья. То есть через шесть рукопожатий мы можем поздороваться с английской королевой, с кем хочешь, с любым президентом, с любым певцом. Через шесть рукопожатий. Поэтому через шесть рукопожатий эта информация дойдет до всех, кого надо, и, может быть, они задумаются, потому что надо во всем хорошем подражать Российской империи. Понятно, что была советская история, понятно, что там было все очень сложно и непонятно, но вот такая простая вещь, как посольский священник, это самая лучшая мягкая сила, которая есть во Вселенной. Это уже, считайте, каждую неделю литургия Божия будет служиться вот в этом месте, в этой стране, в этом городе. И со временем там появятся новые христиане из местного населения. И православие будет распространяться таким ненавязчивым, естественным и простым способом. Вот, может быть, сегодня в память Николая Японского, когда мы все это сказали, вы же знаете, как это интересно, что слово – это дело. Пока ты ничего не скажешь, ничего не будет. Как только ты скажешь, оно почему-то начинает делаться. Как вот в книге Иезекииля мы читаем, представьте себе, Иезекииль стоит в поле сухих костей, сухие кости лежат. И Господь спрашивает Иезекииля, сын человеческий, а живут эти кости? Он говорит, ты знаешь, Господи, я не знаю. Он говорит, сын человеческий, скажи на кости, прореки на кости. И Иезекииль говорит, кости сухие, слушайте слово Господне. И вдруг кости начинают шуметь, с большим шумом они начинают соединяться, друг к дружке, друг к дружке, друг к дружке, а в человеке вообще 250 костей, в каждом человеке. 249 даже, если точнее по закону Божьему. И они со шумом начинают соединяться, позвонок к позвонку, кость к кости, тазовые, бедренные, руки, фаланги, и превращаются в скелеты. И стали целое поле скелетов. И Господь опять ему говорит, сын человеческий, еще прореки. И он еще прорекает, и на них дух жизни в них вошел, и кожей они оделись, и жилами скрепились, и кровь потекла по венам, они стали живые люди. И вот возникает вопрос, а что Бог не мог сам без Иезекииля это все сделать? Нет, Бог повелевает Иезекиилю. Говорит, ты скажи, а я сделаю. И Иезекииль говорит там, слушайте слово Господне, кости сухие. И вслед за его словами начинается действие Божие. Так бывает всегда, так бывает везде, где проповедуются Евангелие. Значит, человеческие сыны, сыны человеческие, должны сказать какое-то слово, и вслед за сказанным словом начинает действовать Господь. Поэтому сегодня, в память святого Николая Японского, во-первых, я хвалю его и кланяюсь ему низко в ножке за то, что он был такой терпеливый, мудрый и широкий человек. Широкий и глубокий. Широкий, как земля, и глубокий, как вода. И поэтому у него такая паства большая. И он равноапостольный труженик. А еще я хочу сказать, что начинается все с очень простого, с посольской церкви. Чтобы Россия перестала быть посткоммунистической и новоатеистической. Чтобы она была наследницей Российской империи, где священник был везде. На каждом корабле был корабельный священник. В каждом полку был полковой священник. В каждой больнице был больничный священник. В каждой гимназии был гимназический священник. В каждой школе был школьный священник. На каждом кладбище был кладбищенский священник. А в каждом посольстве был посольский священник. И это было похоже на Святую Русь. Грехи, конечно, тоже были. Ошибки были. Но это было как-то закономерно. Вот это и есть Святая Русь. Когда от причала например, на Волге, на Каме отходил пароход любой пароход то всегда на причале стоял священник который читал молитву на путешествии и крестом благословлял отплывающий пароход. Всегда. Поэтому по идее нужно, чтобы на каждый улетающий самолет в аэропорту был свой священник который бы читал молитву и благословлял улетающий самолет. А в каждом войсковом соединении в полку, в дивизии был бы свой священник который бы общался бы с солдатами и офицерами и благословлял бы их нарадный труд. И в каждом посольстве должен быть свой священник который бы в принципе являлся бы первым миссионером православной церкви в той стране в которой он живет. Вот так было у Николая Японского. Так должно быть и сегодня. Так сегодня нету. Почему? Знает Бог. Мы только догадываемся. Но раз мы об этом с вами говорим раз мы память Николая сейчас почитаем значит мы имеем надежду что всемогущество Божие сделает такое чудо еще одно чудо среди многих чудес что у нас появятся эти проповедники Евангелия которые будут жить при посольстве и там себе молиться а потихоньку к ним будет Господь приводить новых людей из нового народа. молитвами святого Николая да будет так ну и сегодня мы с вами кто из вас был в Японии некоторые были на хорах вот нас пели люди там Сережа был в алтаре они были в Японии у меня были друзья мои знакомые духовные чадо были на могиле Николая были причем у японцев нету буквы Л в алфавите у них вместо Л говорят Р поэтому если бы японца спросить например какого-нибудь где там Николай они говорят ой Никарай Никарай говорят и хватают тебя за руку и ведут тебя там где его храм Токио огромный город Токио огромнейший город и все эти самые дорожные знаки указать на японском даже на английском нет ничего там заблудиться две секунды там просто пропадаешь просто в этом муравейнике но если ты более-менее знаешь где это находится значит говорит там вот мне нужен Николай говорит Никарайдо называют Никарайдо Никарай значит Никарайдо они все это проведут потому что они любят этого человека и мы любим его мы еще напоминали на службе если вы слушали митрополита Даниила Токийского и всей Японии потому что мы хотим чтобы эти японцы православные чтобы они сегодня порадовали чтобы они там как-то так духом Божиим там повеселил их Господь много об этом можно говорить и приятно об этом говорить честно говоря это одна из наших побед вот это и есть Святая Русь это и есть наша тихая победа приезжает не один человечек и переворачивает жизнь с головы на ноги при том что он говорил что я здесь один вокруг меня сотни католических миссионеров и тысячи протестантских миссионеров богатых организованных с литературой с помощниками с миссиями с чем хочешь а я говорит один и никому я здесь не нужен а нет вот нужен оказался вот такая наша Русь никому мы не нужны а потом все таки как-то Бог все так делает что-то хорошее через нас тоже поздравляю вас дорогие братья и сестры со Сретением Господнем с Симеоном Анной и с Николаем равноапостольным архиепископом японским Касаткиным аминь и Богу славу Касаткиным Продолжение следует...